Происходит у нас замена, но замена там, где стоят баки железные 075, так как наш новый подрядчик, суд подрядчик, значит, машины, у него один-один по заднюю загрузку, более такие современные, более экономически эффективные, поэтому баки будут менять за счет подрядчика нового, но в местах общего пользы. Не будем делать все сразу одновременно, то есть будем выходить по этапу, освоили там несколько домов, улиц, часто работают в МКТ, там есть площадки. Дальше частный сектор, это чуть дальше будем, тоже стараемся не допускать какого-то коллапса. Здесь задача по установке бака содержания площадки, об устройстве площадки относится к полномочиям органам самоуправления. Тем не менее, занимаясь самим позицией, мы это делаем на данном этапе со свой счет. Поэтому еще раз говорю, никаких коллапсов мы здесь не допустим по этапу, если есть какие-то на переходе вопросы, мы будем их решать в рабочем порядке. Я никогда свой телефон не прятал, если нужно, я готов вам его озвучить, потому что многие жители, мы встречались в управляющих компаниях, сейчас старшие дома, мы перед выборами встречались, они мне звонят по этим вопросам, то есть мы как-то находим всегда взаимопонимание, то есть контакт есть, если мало какой-то информации, мы готовы ей еще раз поделиться. То, что, это первый вопрос, то, что касается теперь более, наверное, злободневного вопроса, это в уборке, значит, шафт, так называемый, это комнаты, которые в мусоропроводах, куда сбрасывают наши жители мусор. К сожалению, когда строили по проекту, было предусмотрено, там стоят 0,36-е баки, то есть если на улице они на один, в три раза больше, то там стоят 0,36-е баки. Количество мусора, который в них жители сбрасывают, больше этого объема. Соответственно, происходит переполнение. Так как шахты и баки являются общедомовым имуществом и содержание в жилищном подпуске за управляющими компаниями, за ТСЖ, за, значит, организм, который обслуживает там, почему-то у нас получается, что подъезды это общие имущества, мы убираем, а вот шахту мы убирать не будем, должна убирать наша организация подряд. Ну, а как это не наше имущество, мы туда и не должны заходить. Практика и здравый смысл подсказывает практика всей России, где происходит вот такой сбор из шахтных колодцев, там дворинги или сотрудники управляющих компаний, вывозят, ну, из шахта, а мы, наша задача подъехать, погрузить и увезти. На первоначальном этапе, три года назад, мы делали это за свой счет, за счет, значит, средств подрядчика. То есть мы везде поменяли, три года назад эти баки где-то побольше поставили, 0,76 были, 0,75, а где-то оставили такие, потому что там проемные проходы маленькие и баки подальние умещаются. За три года они пришли в негодность. Вот те баки, которые мы купили, нам их в тариф не включили, поэтому затраты пошли на убытки нашей компании. Еще раз мы себе этого не можем позволить, поэтому предлагаем управляющим компаниям свои ресурсы использовать для этого, так как это является им четко их полномочия. Контакт очень большой есть, старшие по домам, я говорю, мы перед выбором встречались, старшие по домам, значит, телефон не отдавал, они сейчас активно мне звонят, мы общаемся, разговариваем. Я их прошу присылать, а их, наверное, уже шесть или семь таких заявлений на мое имя о том, что Николас Ильич просит им пояснить ситуацию. Поэтому мы отправляем это в прокуратуру, в город Голоково и в жилищную инспекцию. Я думаю, контролирующие, мы поправим управляющие компании, и они займутся своими предметами обязанностями. Тот подрядчик, который у нас работал сейчас в частном секторе, остается, пока еще работает, он это делал сам, за свой счет, как-то там, подручными средствами, на вопрос снимал. Сейчас мы хотим этот процесс, он уже назрел, его нужно отрегулировать, каждый должен заняться своим делом. Почему этим я уже не первый раз и не первый год говорю, что нам нужно от шахт уходить? Почему? Потому что мы все смотрим телевизор, видим политику, которую проводит правительство Российской Федерации, и в следующем году мы с вами будем заниматься более другими, если говорить, активными делами. Это раздельный сбор. Вот сейчас в Москве, ну в смысле, правительство Российской Федерации 31 миллион выделил, правительство Саратовской области. Эти деньги дали муниципалитетам 26 миллионов на Саратов и 7 миллионов на Энгельс, первый этап. Вот уже в этом году мы там будем делать раздельный сбор. Вот сейчас правительство области в лице Минприроды Саратовской области разрабатывает положение, а как это будет в раздельный сбор проходить? Вопрос у многих депутатов, общественников, у нас, а сколько это будет стоить? Меньше, больше, так же? Я думаю, что мы узнаем, когда, значит, этот документ появится. Но надо понимать, что по логике, если к жителям разделяем, то, возможно, цена должна быть меньше. Если цена будет меньше, условно, то как мы с вами будем жителям объяснять, что раздельный. Я думаю, что жители с нас будут требовать раздельный сбор. Поэтому сейчас уже имеется в виду местного управления, надо думать, а как уходить. То есть делать площадки общего пользования. Да, тяжело, застройка не позволяет. У вас вот эти микрорайоны, даже наши большие машины не всегда проходят. Чуть ставить, даже на легковой не проедет, что все это тоже есть проблемы. Понятно, что жителям, наверное, неудобно будет носить куда-то за метров 150. Удобно, конечно, вышел здесь. Но с другой стороны, вы сами себе видите, КГО, который скапливается. Вот в этих фотографиях. Не в шахтах их заносит, даже ветки заносит, умудряется. В шахтах. Или у подъезда складываются. Складываются. То есть, в 89-м, где я вам законе, четко написано, что должны быть площадки отдельные под КГО. Поэтому давайте этим вопросом заниматься. Да, это, наверное, затратно. Да, это время нужно. Но если мы сейчас не займемся, то мы и завтра будем с вами собираться, и послезавтра, и через год, и решать эти же вопросы. Но для начала я предлагаю все-таки управляющим компаниям заняться своим, своей работой, а мы своей. Задача наша, да, она тоже как бы сложная. Мы должны приехать, когда выкатит этот бак, чтобы не стояли пол дня с этим баком дворик, чтобы мы приехали вовремя. Допустим, с 8 до полдевятого этот дом. С полдевятого до того, так бывает всяких, конечно, постмажеток. Но вот эта задача наша. Мы должны приехать вовремя. Они должны выкатить к нам. Даже мы готовы подожрать, потому что если переполнение есть, то 36-й бак. Ну, значит, они как-то соберут и быстрее к нам загрузят. Я думаю, это всех так должно быть. Но опять, к примеру, Кировская область и еще что-то, где-то управляющие компании не делают этого. Они договариваются с нашими подрядчиками. Мы не против, если они договорятся между собой и нашим убирать. Мы туда не влазим, это не наша функция. Мы совсем другим занимаемся. Это между двумя хозяйствами субъектами. Договорятся, убирают. Не договорятся, пусть дворники это делают. За счет управляющих. Может, 3-й, 4-й. Вот нам все равно. Поэтому вот такая позиция. Давайте вот, смотри, за круглочный взгляд его исполняет. И жилищный бодрец. Там, где мы можем помогать, мы помогаем. Но все нельзя, как бы, позволить все на нас. Такая позиция.